Обычно таких не берут баскетболисты, поскольку рост Руслана Сулайманова из Косноярского края едва за метр пятьдесят. Но своим примером паренек из Сибири доказал, в баскетболе не обязательно быть двухметровым гигантом. Главное – быстрые ноги, точные руки, светлая голова. Вместе со своими партнерами по команде «Легион 100» Сулайманов выиграл один из самых престижных школьных всероссийских турниров – чемпионат «Кэсбаскет». Эмоции просто потрясающие. Мы в команде шли в ровень, и нам, конечно, повезло на последних секундах, и мы выиграли. И это на всю жизнь остается. Для ульяновского баскетбола этот турнир тоже войдет в историю. Нет, региональные команды не совершили спортивных подвигов. Они, увы, остались далеко за чертой призеров. История в том, что решающие игры чемпионата школьной баскетбольной лиги, так называемый «Суперфинал», прошел в ледовом дворце «Волга Спортарена». За главный приз, путевку в Мадрид на финал четырех Евролиги Улеп, спорили 30 российских школьных дружин и две из Монголии. Монголы, они бесподобны. Это эндриджайзер. У них какого-то батареек нет. Они всю игру могут носиться, играть, проигрывать, но все равно будут биться. «Суперфинал» в Ульяновске – восьмой в истории чемпионата ШБЛ «Кэсбаскет». Зародился он как первенство Пермского края. Как говорят организаторы, на обломках профессионального клуба «Уралгрейд» – двукратного чемпиона России. Благодаря популярности баскетбола среди школьеров, а также неиссякаемому энтузиазму организаторов, разросся до всероссийского уровня. Сегодня в чемпионате играют более полутора миллионов школьников из 62 регионов страны. Большинство из школьников, конечно, никогда не станут профессиональными баскетболистами. Но я уверен, что они станут хорошими друзьями спорта вообще, баскетбола, и что по жизни им точно это пригодится. Они, по крайней мере, научатся работать в команде. Именно для детей «Кэсбаскет» ежегодно собирает звезд мировой величины. Они не свадебные генералы, они проводят мастер-классы для школьеров. На сей раз олимпийские чемпионы Светлана Антипова и Иван Едешко побывали в Новоульяновске и Ульяновской сельхозакадемии. На встречу с ними пришли около сотни юных баскетболистов. Очень много надстойка баскетбольной работали. Это защита, то есть в защите это очень нужно. На дриблинг много упражнений делали, которые тоже позволяют на площадке менять ритм игры. Это все помогает, это для игры все. Я не скажу, что высокое мастерство, но для этого возраста нормально. То есть можно найти какие-то изюминки, не бриллиантики, а изюминки. Ну такие, из них что-то можно сделать. Суперфинал в «Волгоспорт-арене» – это не только центральная площадка, привезенная специально из Нижнего Новгорода и уложенная прямо на лед. Это еще несколько интерактивных уголков. К одному из них практически не пробиться. Здесь во всей красе знаменитости современного российского спорта. Игрок сборной страны Владимир Дичок и один из самых титуловных баскетболистов России Алексей Саврасенко. В его послужном списке два титула Евролиги «Улеп». Сначала в составе греческого «Панатяна и Коса», а затем в составе московского «ЦСКА». В Ульяновске они играют в стритбол. Соперники у них – обыкновенные мальчишки и девчонки. «Кэсбаскет» реально исполняет мечты. Здесь приезжает столько знаменитых людей. И много видишь, о чем даже раньше мечтать не мог благодаря «Кэсбаскет». Нам на самом деле очень приятно здесь быть. Ну что можно сказать? Уровень, организация, конечно, на самом высоком уровне. И очень приятно, что в Ульяновске сегодня такой праздник баскетбола. И праздник этот в какой-то момент со слезами на глазах. В этом году он посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На трибунах рядом с видперсонами ветераны боевых действий и труженьки тыла. От участников и организаторов соревнований им подарки. В память о тех, кто не вернулся с фронтов, минута молчания. А затем снова баскетбольные баталии, решающие матчи девичьего турнира и соревнований юношей. По иронии судьбы, они прошли по одинаковому сценарию. Будущие чемпионы начинали финальные игры из рук вон плохо. Например, девушки из Тверской области поначалу проигрывали соперницам из Новосибирской области 15 очков. Но нашли в себе силы отыграться и вырвать победу. 68-64. Как на войне были, девчонки. У нас такие пять игр. На этом турнире все пять игр такие. Я сам вчера в больницу попал, в скорую вызывали. Поэтому сам я же стою, но зато мы первые. Не можете умирать. По такому же сценарию прошел и финал среди юношей. Команда из Омской области долгое время доминировала на площадке. Но парни из Красноярского края переломили ход игры. И не последнюю роль в этом преображении сыграл Руслан Сулайманов. Тот самый, который метод с кепкой, перехватом и результативным быстрым прорывом на последних секундах он обеспечил своей команде победу в чемпионате Кэсбаскет и путевку в Мадрид на финал четырех Евролиги Улеп. Досталась Руслану и личная награда. На лето его пригласили в тренировочный лагерь одного из сильнейших клубов страны – Нижний Новгород. Что лишний раз доказывает, таких как Сулейманов тоже берут баскетболисты. Михаил Сашанский, Чемпион ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok